Музыка Как обычно в это время мы говорим о главном. За неделю с вами Ирина Субеева. Здравствуйте. В этот четверг президент Татарстана обратился с посланием Госсовету Республики о внутреннем и внешнем положении Республики. Рустам Миниханов затронул практически все главные сферы жизнедеятельности, обозначив основные точки роста. В частности, это камские кластеры, а также биотехнологии и IT-сектор. Еще один приоритет, обозначенный президентом, это село. Государство будет поддерживать АПК и в прессе. В то же время в торговых сетях необходимо увеличить присутствие татарстанских производителей, отметил глава республики. В целом регион по-прежнему входит в число лучших по стране по многим показателям, в том числе это инвестиции, экономика, госуправления. Высокие оценки данной развитию Татарстана президентом страны Владимиром Путином вызывают чувство гордости, но и ко многому обязывают. Такими словами завершил послание Рустам Миниханов, отметив, что дальнейшее повышение качества жизни граждан должно стать основной задачей стратегии развития республики до 2030 года. Алексей Кулешов сделал подборку самых ярких, по его мнению, тезисов президента. Мир и согласие между людьми разных национальностей верования – одно из главных преимуществ Татарстана. Об этом президент заявил уже в самом начале своего послания. Когда перед глазами пример Украины, спорить с этим сложно. Президент назвал нашим конкурентным преимуществом межнациональный, межконфессиональный мир и согласие в республике, толерантность. Я думаю, это понятно. В соседней нашей братской республике происходит то, что сегодня трудно назвать согласие. Там уже не до экономики, там уже не до жизни. Поэтому абсолютно согласен с тезисом, который озвучил президент республики, что это наше конкурентное преимущество. Новый посыл, который было приятно услышать, что мы теперь уже не просто ведущий регион, который по всем показателям входит в пятерку самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Президент сказал о том, что Татарстан, соответственно его столица, должны ориентироваться на мировые точки роста и ориентироваться, и быть достойными их, и соревноваться, и сверять шаги по ним. Но догнать и перегнать мировых лидеров становится все сложнее. В нынешних политических и экономических реалиях Татарстан вынужден внимательнее присматриваться к партнерам на востоке и в Азии. Сегодня мы ведем работу по поиску новых партнеров в странах ближнего зарубежья, Азиатско-Тихоокеанского региона и Перескидского залива. Судя по всему, там намерены искать партнеров не только для промышленности, но и для сельского хозяйства. Еще не в каждом районе республики есть крупный инвестор, а без серьезных вложений село не поднять. Возможно, иностранных, многих компаний придется, в том числе из Китая, Сингапура. Не знаю, как Европа отнесется. Турция, Иран, Сингапур, Китай, Малайзия. Из этих стран просто нужно усиливать нам эту работу. Поскольку уже есть информация, отдельные компании, в том числе из Китая, Сингапура, они уже в России определенные такие инвестиции делают. Главной точкой роста Татарстана на ближайшие 10 лет президент назвал Камский кластер. Большие надежды на нефтехимию, особую экономическую зону Лабуга и Инополис. При этом нужно уменьшить зависимость Татарстана от импорта. Отдельные товары сегодня в республике не производятся, а многие возятся при наличии собственных недозагруженных мощностей. Необходимо провести детальный анализ по каждому возимому виду товара и сформировать предложения для организации их производства на территории республики. Подготовленные предложения должны найти отражение в отраслевых программах импортозамещения. Подключиться к этому, по мнению Рустама Мениханова, должны и ученые, а госорганы и муниципальные власти должны, совершая закупки, отдавать предпочтение товарам из Татарстана и других регионов России. А на прилавках магазинов должно стать больше местных продуктов. Нужно увеличивать присутствие татарстанских сельхозпроизводителей в торговых сетях. Производимое в республике продукции должно отвечать предъявленным требованиям по качеству и упаковке. Однако и торговым сетям следует упросить доступ в свои магазины местным производителям. Говорил президент и о здоровье татарстанцев один из положительных моментов. Средняя продолжительность жизни в республике – 72 года. Как дальше снижать смертность, как дальше увеличивать продолжительность жизни – это действительно сегодня главный вопрос. И президент озвучил, что приоритет профилактики, в этом должны быть заинтересованы руководители промышленных предприятий, ну и, конечно, вовлечены средства массовой информации. Главная задача властей – по-прежнему повышение качества жизни татарстанцев, резюмировал президент. Эта цель не только на будущий год. Алексей Кулешов, Рустам Кадыров, Эфир 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдельно президент остановился на решении задач диверсификации экономики. В объеме промышленного производства снижается доля сырьевого сегмента, растет обрабатывающий сектор. Доля малого и среднего бизнеса превысила 25%. Вообще, поддержка предпринимательства в послании было уделено немало времени. О том, что и кто сегодня мешает развитию бизнеса, говорили в нашей студии в эту пятницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, бизнесу мешают многие факторы. И есть факторы, которые зависят от, скажем, местных условий. Есть факторы, которые зависят и от федеральных условий. Бизнесу комфортно и хорошо работать тогда, когда, во-первых, никто ему не мешает. Во-вторых, когда есть определенные правила, которые придерживаются. К сожалению, у нас эти правила частенько меняются. Скажем, было очень здорово, когда Владимир Владимирович Бутин ввел единый налог на обмененный доход. Вернее, вмененный доход на единое налогообложение. И упрощенная система налогообложения тоже пошла. И здесь наблюдался резкий подъем именно в направлении с малого и среднего бизнеса. Потом все эти правила поменялись. И вынуждены были... И эти правила начали меняться, усложняться, вводить еще новые ограничения и так далее. Я, прошу прощения, я вас перебью ненадолго. У нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Мы запустили голосование в нашей группе ВКонтакте. И тоже задали этот вопрос нашим зрителям. Что мешает бизнесу стать успешным в России? И вот большинство... Так, почему-то люди отвечают, что лень. 34 процента. Так, еще больше ответили, что чиновникам мешают. Вот на ваш взгляд, все-таки, вы согласны с мнением наших телезрителей? То, что все-таки чиновники – это основная преграда пути наших бизнесменов? Ну, если посмотреть на то, как развивается бизнес, когда чиновник поворачивается лицом к предпринимателям, это, конечно, реально показывает, что чиновники могут мешать, могут не мешать, а могут и помогать. Взять, скажем, те же тюличи, как показатель, когда глава сам практически отслеживает, как работают предприниматели на его территории. Но это положительная практика. И она показывает реальный результат. Доступное и комфортное жилье для населения – та отрасль, где предстоит решить серьезные задачи, отметил президент Татарстана в своем послании к Государственному совету. В частности, в рамках программы «Жилье для российской семьи» предстоит возвести полтора миллиона квадратных метров жилья эконом-класса, а еще капремонт, аварийное жилье, соципотека и арендное жилье. О жилищных программах мы говорили в нашей студии в этот четверг. Есть такая программа «Российское жилье», и, в принципе, она предусматривает создание определенных условий льгот для того, чтобы это жилье устроилось больше. Ну, в частности, там предусматривается, что часть стоимости инженерных сетей в размере 4 тысяч рублей на 1 квадратный метр жилой площади будет продаваться в АИЖК, это федеральная структура, агентство ипотечного жилья. И это жилье будет выкупаться через какие-то годы, через тарифы на электричество и так дальше. Это, будем говорить, подход Российской Федерации, федеральных структур. Они только программу разработали, разрабатывают, точнее, я почему говорю так, потому что по отдельным элементам программы, они были у нас в жилищном фонде, рассматривали, как мы работаем, и видели, почему у нас жилье, потому что сегодня Республика Татарстан достаточно большое количество, не в денежной форме, а в натуральной форме, вкладывает, чтобы это было жилье дешевым. И Российская Федерация до сих пор удивляется, почему 30 тысяч рублей, а себестоимость, или 28 тысяч рублей, себестоимость строительства в Татарстане по всей линии. Тут сипотека, по-моему, нигде больше в стране нет, и федеральные власти, они так и не смогли запустить реальную действующую программу. Поэтому в данном случае, я считаю, что президент говорил о полтора миллиона квадратных метров, это те, которые будут строиться на условиях, которые, скажем, Российская Федерация предъявляет. А с своей стороны переходим больше уже в программу передачи жилья в аренду. У нас уже появляются другие проблемы, наши темпы роста, у нас уже не хватает человеческого потенциала. Мы должны создать условия, чтобы уметь привлечь сюда людей, которые мигрируют, умеют мигрировать, которые могут выполнить сложный проект и уехать на другую строку, они навсегда остаются у нас. Вот для этого, наверное, мы будем делать это дело. Неделя началась с событий, о котором говорили и писали давно у Национального банка, новые руководители. Евгений Богачев, более 20 лет возглавлявший учреждение, вышел в отставку. Его сменил на этом посту Медхат Шаги Ахметов, до этого дня занимавший должность министра экономики республики. Одновременно Шаги Ахметов был назначен еще и заместителем начальника Волговятского главного управления Банка России. За те годы, что Евгений Богачев стоял у руля банковской системы региона, были и взлеты, и падения. Но результат его работы говорит о многом. Сегодня Татарстан занимает третье место в стране по развитию банковского сектора. В регионе большое количество самостоятельных, твердо стоящих на ногах местных банков, а три наших учреждения входят в рейтинг крупнейших банков страны. Все это следствие политики защиты сектора от серьезных потрясений. Моё личное мнение, я боюсь, оно совпадает с мнением большинства банкиров в республике. Для нас, конечно, это огромная фигура, прекрасный руководитель, способный решать сложные проблемы и часто очень эффективно. Поэтому, конечно же, уход его с банковской сферы воспринимается многими с большой, так сказать, чувством потери. Ну, такие процессы тоже, по большому счету, происходят. Время берет свое, как говорится. Но я считаю, что, конечно же, какое-то время он вполне бы мог поработать в банковской системе, тем более в такой переходный период. Тут, может быть, какая-то поспешность немножко как бы режет глаз. Массовый спорт направился во дворы. Казгурдум утвердила концепцию развития физической культуры и спорта по месту жительства. О том, что в последние годы в этой сфере делается многое, говорил в своем послании и президент Татарстана. Казань все больше закрепляет за собой звание спортивной столицы. Вслед за успешно проведенной универсиадой мы готовимся к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, который также необходимо провести на достойном уровне, отметил он. Мы подготовили короткую справку о городе, где спорт любят, и свидетельство тому – большие победы. Казань носит гордое звание спортивной столицы России. В прошлом году мы принимали Всемирную летнюю универсиаду. Это событие надолго останется в наших сердцах. Чего только стоит грандиозная церемония открытия. Универсиада прошла, а спортивные объекты остались, и они еще долго будут служить жителям республики. Отдельного внимания заслуживает деревня универсиады. Она используется как федеральный центр подготовки сборных команд России. На сегодняшний день в стране нет аналогичных комплексов. А еще это студенческий кампус, который рассчитан на проживание более 14 тысяч человек. Всего универсиада подарила нам около 20 современных спортивных комплексов. А уже в 2015 году Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта. В 2018-м стадион «Казань-Арена» станет одним из составляющих грандиозного события – чемпионата мира по футболу. Казань – один из лидеров по числу побед в различных командных видах спорта. Рубин – двукратный чемпион России по футболу. Акбарс – четырехкратный победитель первенства страны по хоккею. Зенит-Казань – пятикратный чемпион России по волейболу среди мужских команд. Динамо-Казань – двукратный чемпион по волейболу среди женских команд. И, конечно же, неоднократный призер чемпионата России по баскетболу – Уникс. Десять тысяч спортивных объектов, сто двадцать современных крытых комплексов. Спортивная инфраструктура республики поражает объемами и размахом. О массовом спорте мы говорили в нашей студии в эту среду. Это должен появиться интерес. А интерес у населения есть, именно интерес для занятий физической культурой и спортом. Это становится модно, это сейчас, скажем так, новое развитие. То есть люди больше стали обращать внимание на состояние своего здоровья. А без здоровья не бывает, без физической активности. То есть люди занимаются, просто выходят во дворы и занимаются. Для чего в Казани и создаются те условия, то наличие материальной базы, те площадки, те спортивные комплексы. Если мы вернемся год назад и посмотрим на то событие, на проведение всемирной летней универсиады в городе Казани, ведь это огромнейший толчок для нашего города, для республики. Да и, наверное, в рамках всей страны люди смогли увидеть спортсменов высшей категории у себя, посмотреть всевозможные виды соревнований. Все объекты были заполнены до отказа. То есть такой ажиотаж возник вокруг посещения спортивных соревнований различного уровня, будь то финальные соревнования, или были это квалификации, отборочные игры. Вот с этого начинается интерес. Ну и глобальный спектр. Ну и, конечно же, все те современные технологии, интернет-ресурсы, группы ВКонтакте, все те новые технологии, вплоть до того, что будем рассматривать создание приложений специальных для айфонов и других. То, чем в повседневной жизни сегодня актуально. Да, тем, чем в повседневной жизни мы пользуемся. Конечно же, для этого нам нужны и средства массовой информации, чтобы они... И средства. И средства. Чтобы они об этом говорили, что показывали спорт высших достижений, детский спорт, юношеский спорт, студенческий спорт, то есть всевозможные. Спорт рабочей молодежи. Еще одна тема послания президента республики, которая, по сути, была пронизана социальной тематикой, это образование. Принимаемые меры способствуют созданию необходимых условий для повышения качества образования на всех уровнях. От детского сада до вуза, отметил Рустам Миниханов. А подарком для республики к одню учителя стало признание нашего педагога лучшим учителем страны. Это почетное звание получила учительница из Нурлата Алла Головенькина. Наша телекомпания не смогла остаться в стороне от всенародного праздника, мы провели конкурс «Мой любимый школьный учитель». Вот как награждали лучших авторов сочинений на заданную тему. Поздравляем вас. И надеемся, что вы будете рады нашим подаркам. Билеты в кинотеатр на двоих и в боулинг-компании. Такие подарки вручили участникам конкурса, занявшим первые, вторые и третьи призовые места. В этот знаменательный день учителя девять лучших авторов из трехсот получили в награду еще и необычные карты мира. Если стереть монетка места путешествий, карта станет цветной. Очень приятно видеть то, что дети заинтересованы, то, что им помогают родители, то, что они действительно любят своих учителей, то, что еще не пропали именно эти теплые отношения между учителем и ребенком, то, что они уважают их, любят, понимают, и то, что готовы поддерживать и дальше. На каждом шажочке, может быть, в школе от первого до 11 классов. Конкурс, подготовленный сайтом эфира 24.тв, был посвящен Дню Учителя. Телевизионные эксперты отобрали лучшие работы в трех возрастных категориях. Особенно членов жюри покорила своим творчеством Софья Зейналова. В своем мини-сочинении она изложила, в каких образах предстает перед учениками их классный руководитель. Наша учительница на русском математике Василиса Примурия на литературе, Шахерезада, на трудах Марии Искусница. Лучший автор второй возрастной группы Алсу Вагапова, ученица 6 класса 34 школы Казани. Она рассказала в сочинении, как педагоги предрешают судьбу своих подопечных на своем примере. Благодаря любимому учителю Алсу выбрала свою будущую профессию актрисы. Она очень вдохновенно, очень искренне читала стихи. Мне очень сильно понравилось, я захотела стать похожей на нее. И третья участница конкурса, занявшая первое место, старшеклассница Айсулу Хафизова, написала о своей работе о значимости профессии учителя в нашей стране. Я смотрю телеканал Эфир24 и всегда слюшу, какие конкурсы там проводятся. И если будет опять какой-то новый конкурс, я обязательно поучаствую. Познакомиться с творчеством Софьи, Алсу и Айсулу можно на сайте эфир24.тв. Эльмира Гляхметова, Роман Фенин, Эфир24. О том, как проходил конкурс, сложно ли было отбирать лучших, и о профессии учителя мы говорили в этой студии во вторник с организаторами акции и ее победителями. Об этом прямо сейчас, а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Было очень много участников, это было очень приятно видеть нам, потому что в наш век высоких технологий, интернета, зачастую бытует мнение, то, что люди, школьники, дети немножко подвержены, может, каким-то интернетным больше таким обозревателям, то есть они, может быть, меньше думают о взаимоотношениях с учителями, с друзьями, с одноклассниками. Но этот конкурс дал нам понять, что все не так, что даже в нашем 21 веке суета-сует, где царит постоянно каждый день, все равно существуют эти теплые отношения между учителем, ребенком, между родителями и детьми, то, что они все очень помогают, поддерживают их, то, что дети не боятся высказывать своих очень искренних эмоций по отношению к учителям, к школьной жизни, потому что действительно уже, как бы, может быть, афоризмами стали эти слова, то, что это ваши лучшие годы, школьные годы чудесные, и они подтверждают своими сочинениями, своими теплыми словами, искренними, то, что это действительно не так. Давайте мы, наверное, услышим это гениальное произведение, а потом поговорим. Если вам не сложно, пожалуйста. Конечно. Учитель не профессия, а призвание. Сказать это без лишнего гадания мы можем, зная этот труд. Ведь сколько сил они нам отдают, и благодарности порой не видят добрые глаза. С какой-то доброй чистотой они прощают нам всегда проказы, шалости и шутки, не обижаясь ни минутки. А сколько нужно им успеть диктант продиктовать, задания прочесть, проверить все контрольные работы, для них это приятные заботы. А разве можно без любви такое дело выполнять, когда за каждую оценку приходится переживать, домой тяжелые тетрадки в пакете бережно таскать и ночью, глаза не смыкая, все верно, точно проверять. Потом готовить план учебный, доклад писать, франу бежать, свой класс семьей родной считать и горевать не успевать. Ведь истинным учителем в душе желая можно стать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова